Для того, чтобы обмануть человека, мошеннику нужно втереться в доверие. И для этого аферисты могут пойти на самые неожиданные ходы. Например, принять вас на работу в несуществующий филиал крупной строительной компании. Откуда я об этом узнал? Из поста в интернете. От одной девушки, Виктории. Давайте посмотрим. Два дня назад я купила в этой строительной компании квартиру в Сочи. Вот договор. Но мне не хотят от нее давать ключи. Вы можете объяснить, почему? На камеру. Да, конечно. Мы не выдаем вам ключи от квартиры, потому что договор, который вы мне показали, фальшивый. Наша компания с вами ничего не скучала. Ну, конечно. Заключала в вашем официальном офисе нашу 12. У нас по этому адресу нет офиса. Как это нет? Вы что, за дур меня держите? Я сама там работала. Девушка, это невозможно. У нас по этому адресу никогда не было и нет никакого офиса. Если у вас есть претензии, обращайтесь к нашему руководству. Нет, ну вы увидите, что происходит? Какой беспредел, а? Никогда не покупайте квартиру у компании «Отшивый строй». Это сплошные мошенники. Под этим видео я нашел комментарий некой девушки Светланы. Она точно так же, как и Виктория, была введена в заблуждение. Ее приняли на работу в филиал несуществующей строительной компании. И точно так же, как Виктория, она покупала новостройку в городе Геленджик. Это о чем говорит? О том, что этот обман системный. И я попросил, чтобы ребята разобрались с этой мутной историей. Они не супергерои, они обычные ребята. Просто они предпочитают действовать. Да ладно, что-то... Руки убрал! Отпусти девушку, быстро! Что, нам надо? Да, чтобы вы в тюрьму сели. Вячеслав Василевский. Боец, шестикратный чемпион мира. Бесстрашный, целеустремленный. Счастливый. Дарья Рубинская. Журналист. Давайте договоримся. Нет, мы не договоримся. Дерзкая, инициативная. Владимир Сарков, бывший морпех. У вас был выбор, на чьей стороне быть. Вы его сделали, поэтому отдыхайте. Жесткий, принципиальный. Паразиты, которые живут за счет людей. Мы объединились, чтобы вместе начать охоту на мошенников. Спасибо вам большое. Удачи вам. Охота началась. Парни, прием. Я на месте, вижу Вику, сейчас пойду с ней общаться. Отлично, удачи. Виктория, здравствуйте. Здравствуйте. Привет, меня Даша зовут. Тебя как? Арина. Очень приятно. Ариночка, давай, вставай. Иди, поиграй в песочницы пока, да? А я с тобой поговорю. Большая, но у вас уже... Да, время быстро летит. Много нестыковок. Много непонятного. Расскажите мне, пожалуйста, вот вы работали в фейковом офисе строительной компании и даже не заподозрили, получается, что это мошенники. Еще и квартиру у них умудрились купить. Как это вышло? Я разместила объявление о том, что я ищу работу удаленную, и я указала, что я мать-одиночка. Меня уволили с прошлой работы, я попала под сокращение, потому что мне часто приходилось с дочкой брать больничный. Она у меня очень болезненная, у нее сильная аллергия. И вот мне пишет некая Лиза, это руководитель отдела продаж филиала компании Трой, связала меня по видеосвязи с их директором филиала, это Артур Георгиевич. Он рассказал, что требуются менеджеры для продаж квартир в ЖК новом. Он был недавно сдан в Сочи. А кладь в 70 тысяч, это только на испытательном сроке. И причем еще 3% от каждой заключенной сделки мне полагалось. А вы до этого момента вообще когда-нибудь работали в сфере продажи недвижимости? Нет, у меня не было такого опыта, но мне сказали, что он и не нужен, что я буду работать уже готовыми клиентами. Я так понимаю, что именно отсутствие опыта у Вики послужила приманкой для мошенников. Поскольку шансов найти работу по удаленке у нее было мало, мошенники понимали, что у нас хватит за это предложение. Обычная схема по большому счету. Ну да, все закончилось покупкой квартиры, только интересно как. А вот контакты, которые вам Лиза передала, вот среди них. Были люди, которые действительно хотели купить квартиру. А вы знаете, да, одна девушка Марина, она из Новосибирска, и она хотела купить квартиру за 15 миллионов. Ну, соответственно, мне же за это полагалась премия 3%, а это 450 тысяч рублей. Я была безумно рада. Я всего-то на нее потратила пару дней. Я скидывала ей разные виды планировок, и мы потом это обсуждали по телефону вместе. Уже на третий день она полетела в Сочи, чтобы просмотреть эту квартиру. А потом вернулась сразу же в Москву для оформления договора о покупке. И причем меня тоже пригласили в офис для того, чтобы я приняла участие в оформлении сделки. Это вот тот офис, о котором вы в посте говорили, да, на 12? Да, но только сейчас его там нет. Они съехали. Ну, судя по информации на их сайте, центр закрыт на реконструкцию уже достаточно давно. Ну, мы-то с тобой знаем, Володь, что обычно мошенники такие офисы арендуют по левым документам. Либо вообще там аккуратненько денежку администратору дадут и вообще без договора оформляют. И Марина его подписала. Потом она передала деньги наличными Лизе. Лиза при ней же это все пересчитала. Тогда Артур Георгиевич, ну, этот директор, открыл бутылку шампанского и поздравил Марину с приобретением квартиры. Марина еще раз меня поблагодарила и уехала в аэропорт. А Лиза потом ко мне подошла и сказала, что, кстати говоря, она тоже купила квартиру в том же ЖК, что и Марина. И всего-то за 3 миллиона. А почему так дешево? Знаете, я тоже удивилась. Но Артур Георгиевич мне сказал, что для сотрудников у них есть льготные цены по этим квартирам. И многие уже приобрели в этом ЖК. Я призналась им, что у меня девочка аллергик, больная. И я каждую весну с ней выезжаю на море. Артур Георгиевич предложил мне тоже приобрести. А откуда мошенники узнали, что у вас есть 3 миллиона? У меня никогда и не было таких денег. Но Артур Георгиевич попросил Лизу посмотреть, остались ли еще студии по 24 квадратных метра за тоже небольшую сумму, миллион 250 тысяч. Она все проверила и сказала, что да, одна такая осталась. А она сказала, ну, 450 тысяч-то у тебя уже есть, но остается всего 800. Так и где вы эти деньги в итоге взяли? В микрофинансовой организации кредит. Мне ее Лиза же и посоветовала. Но, правда, надо было еще ведь и вносить деньги уже завтра, как они сказали. Поэтому и времени-то для раздумий не было. То есть вас торопили? Да, вот именно. А я дура, да, на это повелась. И когда я уже вернулась оттуда, взяв этот кредит, Артур Георгиевич подал мне договор для подписания, на котором были синие печати. А он у вас есть с собой, может быть? Да, да. Ну, как бы сканда есть. Перешлете мне его, ладно? Да, давайте я сразу его перешлю. Давайте, кидайте. Все отправила. И я все оплатила. И Лиза передала мне квитанцию об оплате на миллион двести пятьдесят тысяч. Вот теперь, Слава, становится понятно, как они обставили дело. Они ее похвалили за крупную сделку. Она, соответственно, посчитала их своими друзьями. И в результате перестала трезво оценивать ситуацию. Как она могла не доверять людям, с которыми она уже работает? Теперь становится понятно, зачем ему нужен был человек без опыта продаж. Согласен. Поэтому даже акт приема не потребовала. А вот с этой Мариной, которая квартиру купила, вы с ней не пробовали связаться после того, как поняли, что вас обманули? Да, конечно. Но только она трубку не брала. Я думаю, может быть, ее тоже обманули, как меня. Поэтому она не хотела со мной разговаривать. А можете мне переслать номер телефона Лизы и Марины? Да, да, у меня есть. Сейчас пошлю. Кидайте. И вы сказали, что вы договор составляли для Марины? Да. Может быть, у вас остались данные ее паспорта? Да, остались. Я вам тогда сейчас тоже скину. Все присылайте? Да. Да, все есть. Мама! У меня животик болит! Извините. Ты что, опять? Писок хилы, скажи. Даша, извините, пожалуйста, но мы, наверное, сейчас пойдем. Если у вас больше не осталось вопросов. Нет-нет, я все, что хотела узнать, я узнала. Вам спасибо, что все рассказали. И будем на связи. Если что-то новое появится, я вам сообщу. Хорошо, не буду на связи. Все, до свидания, спасибо. Пока. До свидания. До свидания. Ребят, а скиньте, пожалуйста, Феликсу скан паспорта этой покупательницы Марины. Я, честно говоря, уверена, что она подельница мошенников и паспорт фальшивый, но мало ли, вдруг зацепки появятся. Даша, там есть фото, и оно настоящее, а это уже много. Мы скинули Феликсу и паспорт Марины, и номера ее телефонов. Прекрасно, тогда я на базу. Добро, ждем тебя. Для того, чтобы обмануть человека, мошеннику нужно втереться в доверие. Например, принять вас на работу в несуществующий филиал крупной строительной компании. Я купила в этой строительной компании квартиру в Сочи. Пишет некая Лиза, руководитель отдела продаж филиала. Требуются менеджеры для продаж квартир. Оклад в 70 тысяч. Именно отсутствие опыта у Вики послужила приманка для мошенников. У них есть льготные цены. Предложил мне тоже в студии по 24 квадратных метра. Миллион двести пятьдесят тысяч. Где вы эти деньги в итоге взяли? На микрофинансовой организации. Так, Феликс пишет, что номера телефонов Лизы и Марины дропы. Скан паспорта Марины фейк, но по фото Феликс нашел сразу два аккаунта в разных соцсетях, принадлежащих некой Марине Прошиной. И прислал ссылки на эти аккаунты. Сейчас скину, подожди. Сейчас. Давай изучать. А вот уже скину. Так, Марина Прошина у нас профессиональная актриса. находится в активном поиске работы от съемок в сериалах и кино до участия в блогерских челленджах и розыгрышах. То есть, получается, Марину нанимали для того, чтобы она отыграла роль покупательницы квартиры. Да. Личную встречу надо назначить. И все узнать. Телефончик есть, наберешь? Так, что там у нас? Девятьсот двадцать пять? Угу. Семьсот? Алло? Марина. Да. Здравствуйте, Марина. Я Владимир, продюсер. И хотел предложить вам съемки в социальной рекламе на тему ЗОЖ. Отлично. Я как раз за ЗОЖ. Скажите, а мы можем с вами встретиться в парке, где будут проходить съемки, и обсудить гонорар? Сегодня правильно? Да. Давайте так, на аллее 96. Когда вам будет удобно? Думаю, минут через 30-40, да. Прекрасно. Великолепно. Тогда до встречи. Эх, Володя, боюсь, сколько мы тебя потеряем. Сам боюсь. Станешь ты продюсером, известным и богатым. Надеюсь, про нас не забудешь. Вспомни. Когда взлетишь, не забывай, с кем ползал. За тобой наблюдаем. processus болезни. Ну что, Вань, пойдем вместе. Для начала где-нибудь так, не светясь, постоишь, хорошо? Да. Ну все. Пойдем. Марина? Владимир? Здравствуйте, Марина. Да, здравствуйте. Давайте пройдемся с вами. Давайте. Марина, скажите, у вас как с занятостью на данный период времени? Вы знаете, я служила в театре, но театр закрылся, поэтому перебиваюсь с периодическими заработками. Но предупреждаю, гонорары я беру вперед, половину. Хорошо, условия принимаются, но у меня для вас предложение не совсем связанное с рекламой. Да, интересно такое? Да, оно немножко иного рода. Мне нужно, чтобы вы изобразили женщину, на которую вы очень похожи, нотариуса, а я, соответственно, получил бы доверенность на квартиру. Так, деньги, конечно, мне нужны, но вы плохое мнение обо мне, я такими вещами не занимаюсь. Одна девушка рассказывала о том, что вы искусно изобразили покупательницу квартиры и были не против того, чтобы ваша фотография была на репом паспорте. А вот оно в чем дело. Ее случайно не Лиза зовут? Она мне денег не заплатила. Через соцсеть предложила мне стать подставным покупателем. Все ясно, мошенники использовали актрису в темную. Да, и денег не заплатили. Значит, на новые схемы будут искать других людей. Я с телеканала Че. И занимаемся мы тем, что разыскиваем и ловим мошенников. О, Боже. Я честно не знала. Я честно ничего не знала. Меня саму обманули. Понимаете, Марина, мошенники использовали вас в темную. Они использовали для того, чтобы вы искусно изобразили покупательницу квартиры, якобы для сотрудников компании. Жесть. Она взяла кредит на 800 тысяч, отдала мошенникам, но свято веруя в то, что все делается по закону. Ведь вы же собственными глазами, как говорится, видели ту квартиру. И смогли убедить ее в этом. И она вам поверила. Квартиру я не видела. Это как была сценка. Я честно даже не знала, что это мошеннические действия. О, Боже. Я, получается, обманула еще двух девушек. Вот как. Да, там Анжела и Маргарита, по-моему, звали. Если телефоны у вас остались, этих двух девушек, скиньте, пожалуйста, мне. Давайте, давайте. Я посмотрю. Конечно. Ну, хотя бы мы знаем, что у мошенников было несколько жестов. Я саму поставили. Попробуем на них выйти. Да. Нашла телефоны. Как бы мне звонили, я вам на этот номер скинула их. Сейчас проверю. Да, отлично. Дошли? Отлично, есть. Ой, надеюсь, что вы их разоблачите. Мне с удовольствием бы еще раз посмотрел в твоем глаза. Все-таки там уж и мой гонорар. Хотя, наверное, здесь нужно не вместе. Ладно, Марина, спасибо за информацию. Да, вам спасибо. Надеюсь, разоблачите. Ребят, ну я склонен доверять Марине. Согласна, Володь. Ну, мы будем заниматься номерами телефонов, которые Марина скинула. Может, получим какие-то новые зацепки. Тогда я на базу. Ждем тебя с нетерпением. Я написал, и мы беем. Ждем ответа. Какой ты быстрый. Ну да, молниеносный. Маргарита ответила. Согласна пообщаться. Так, хорошо. Сейчас наберем ей. Слушаю. Алло, Маргарита, здравствуйте. Это Вячеслав. Проект Охотники. Телеканал Чех. Здравствуйте. Я поняла, кто вы. Да, меня действительно кинули на 800 тысяч при покупке квартиры. Грустная история, Маргарита. А скажите, это произошло, когда вы устроились на работу в строительную компанию? Грустная строй? А скажите, Маргарита, как называлось это НФО? Кредит. Мне Лиза посоветовала эту контору. Даже сказала обратиться к менеджеру Людмиле. Типа она все сделает быстро, теперь деньги отдавать бешеными процентами мне нужно. Как я их буду вообще отдавать, я не знаю. Маргарита, мы найдем этих подлецов, и ваши проблемы будут решены. Не переживайте. Не уверена, конечно, но спасибо, что помогаете. Вы мне лучше скажите, вам телефон этой Людмилы из НФО Лиза случайно не давала? Давала. Он у меня сохранился. Отлично. Отправьте, пожалуйста, мне вот на мой номер. Конечно, сейчас. Все, Маргарита, спасибо вам, что все рассказали, и будем на связи. Вам спасибо, что помогаете. Удачи. До свидания. Людмила как-то замешана с мошенниками. Я полностью поддерживаю и нашел адрес. Так. Думаю, завтра тогда сгоняю к ним, ну и попробую найти эту Людмилу. Да. И может быть тогда пазлы сойдутся. Для того, чтобы обмануть человека, мошеннику нужно втереться в доверие. Например, принять вас на работу в несуществующий филиал крупной строительной компании. Я купила в этой строительной компании квартиру в Сочи. Пишет Мика и Лиза, руководитель отдела продаж. Именно отсутствие опыта у Вики послужила приманка для мошенников. У них есть льготные цены. Предложил мне тоже в студии по 24 квадратных метра. Где вы эти деньги в итоге взяли? В микрофинансовой организации. А мы можем с вами встретиться в парке? Она сама предложила мне стать подставным покупателем. Мошенники использовали актрису в темную. И денег не заплатили. Боже, я получается обманула еще двух девушек. Да, меня действительно кинули на 800 тысяч. Ваши проблемы будут решены. Я подъехал к МФО, где жертвам мошенников выдавали кредиты буквально за очень короткий срок. Ребятки, вы тут? Да-да, на связи. В общем, я на месте. Сейчас пойду прогуляюсь по МФО, попробую найти эту операционистку Людмилу. Ну и через нее постараемся выйти на остальных жуликов. Так что подключайтесь. Подключаемся. Удачи тебе. Здравствуйте. Здравствуйте. Людмила? Нет, у нас в соседнем кабинете. Это следующая дверь. Спасибо. Так, а здесь же туалет. Тут туалет просто. Следующая. Завтра летом. Все, все, извиняюсь. Спасибо. Чуть-чуть ошибся. Походу, это... Здравствуйте. Людмила? Да. Я к вам. Людмила, дело в том, что я бы хотел взять кредит. Мне вас просто порекомендовали. Кто порекомендовал? Лиза. Елизавета. Елизавета? Ну да. Это очень странно. Не знаю, зачем вы мне называете какие-то имена. В принципе, помогать получать кредит – это моя работа, как и любого другого сотрудника в нашей организации. Я понял. Просто, знаете, мне сумма достаточно большая нужна – 750 тысяч. Ну да. Сумма большая. Для этого понадобятся дополнительные документы еще. Справка с работы. Смотри. И Вика, и Маргарита подтверждают, что именно эта женщина оформила вам кредит по рекомендации Елизаветы. Слава, эта девушка выдавала кредиты жертвам. Там нужно поставить камеру. Я ей сейчас позвоню и отвлеку. Здравствуйте. Это МФО. Это частный номер. Людмила. Если бы у меня все эти документы были там в порядке, работа, доход стабильный, я бы в банк пошел и взял кредит. А мне просто Лиза сказала, что вроде как через вас можно там, ну, аккуратненько взять и без этих лишних бумажных волокит. Да не знаю мне никакой Елизаветы. Если у вас нету никаких документов, если у вас нет работы, имущества, то я вам ничем помочь не могу. До свидания. Да. В общем, без бумажки ты какашка, ладно? Пойду в другом месте поищу. До свидания. До свидания. И вам. Группа на связь. На связи. Надо присмотреть за Людмилой, а Даша скоро подключится. Принято. Зе забота. Ребята, вы здесь? Естественно. Я сделал все, что мог, но она как-то не торопилась мне давать деньги в обход процедуры. Но мы с Володей посовещались и решили, что просто она не дождалась отмашки от Лизы. Короче, ты уже засветился, возвращайся, я тебя сменю. Ну все, я тогда газую на базу. Здрасте. Молодой человек, вам явно не сюда. А, куда? Обратитесь в соседний кабинет. Да, привет. Да, звезда. А тут это, толчок. Следующая дверь. Дальше, следующая дверь. Тут от тебя какой-то тихо приходило, а ты меня даже не предупредила. Короче, мне срочно нужны мои деньги. Да, я знаю, где это. Сейчас посмотрю. Где-то сейчас ехать. Володь, ну если Людмила упомянула в разговоре меня, значит, есть большая вероятность, что она встретится с Лизой. Походу, моя провокация все-таки сработала. Алло, да. Петр Иванович. Можно я сегодня пораньше уйду, пожалуйста? Что-то мне как-то и не здоровится. Спасибо вам большое. Благодарю. Да, хорошего вечера. Даша, прием. Людмила собирается уходить, и, скорее всего, она пойдет навстречу с Лизой. Володя, она вышла, я ее вижу. И садится в такси. Еду за ней. Володя, она вышла из такси, я иду за ней. Приятно. Простите, пожалуйста. Извините, я засмотрелась. Парни, я подкинула ей микрофон, подключайтесь. Ты молодец. Подключаемся. Привет. Что случилось? Почему тебе так резко потребовались друг деньги? У нас же был с тобой уговор вообще в конце месяца оплаты. Я и так уже постоянно в напряге, что у меня руководитель заметит, что у меня самое большое количество неплательщиков кредитов. Отправлю, видите. Парочку уже коллекторами передали. Для вашей организации это вообще в порядке вещей. Вы вообще всяким маргиналом деньги раздаете. И что? Я просто хочу, чтобы ко мне не было лишних вопросов. Ко мне сегодня приходил один мужик. Сказал, что ты его ко мне послал. Да, Володь. Вика опознала ее. Отлично. Я прям чуйка чуяла, что ли. Даша, Людмила сейчас ведет беседу с Лизой, которая представлялась руководителем отдела продаж строительной компании «Строй». Вика ее опознала. Что-то там из тебя-то что взять? Ты, честно, исполняешь свою работу. Собственно, за это тебя и рекомендуют. Давай так, ты будешь спокойна. Ну, не надо никаких вот дров ломать, ладно? В общем... Держи. Ладно, уговорила. А я тебе еще людей скоро приведу. Хорошо. Тебя поняла. Да, пока. Даша, Люду можно отпускать. Мы знаем, где она работает. Бери под наблюдение Лизу. Ребят, скажите, чтобы подогнали Мазду к другой стороне парка. Там тоже есть парковка. Принято. Давай, быстро. Точка черная. Ага. Ребят, я продолжаю наблюдение за Лизой. Для того, чтобы обмануть человека, мошеннику нужно втереться в доверие. Например, принять вас на работу в несуществующий филиал крупной строительной компании. Я купила в этой строительной компании квартиру в Сочи. Еще и умудрились квартиру у них купить. Предложил мне тоже в студии. Где вот эти деньги в итоге взяли? В микрофинансовой организации. А мы можем с вами встретиться в парке? Она сама предложила мне стать поставным покупателем. Мошенники использовали актрису в темную. И денег не заплатили. Боже, я, получается, обманула еще двух девушек. Да, меня действительно кинули на 800 тысяч. Ваши проблемы будут решены. Людмила? Да. Я к вам. Эта женщина оформила кредит по рекомендации Елизаветы. Я хочу заканчивать. Не надо никаких вот дров ломать. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Даша, у них сейчас свободно два помещения. Одно 12 метров, второе чуть побольше, 27. Ну, типа, для совещаний. Здрасте. Я по поводу аренды офиса. Мне вот большое нужно. Я только спросить, извините, пожалуйста. Девушка, подавите, пожалуйста, в коридоре. Почему? Потому что сейчас занято. Подавите, пожалуйста, в коридоре. Я хочу завтра арендовать. Ну, то, что побольше. Можно? Девушка, я его уже арендовала. На весь завтрашний день. А, да? А на послезавтра можно. Подождите, пожалуйста. Хорошо, да. Ладно, спасибо. Ребят, Лиза арендовала офис на завтрашний день. Это значит, что у мошенников появились новые жертвы, и они готовятся к последней фазе развода. Финальная часть. Нам надо что-то делать. Дашенька, попробуй проникнуть в офис, который арендовала Лиза, и поставь там камеры. Ну, а мы придем без приглашения. Естественно, у нас же пропуск, вездеход. До свидания. До свидания. Тук-тук, это снова я? Да, проходите. Ага, спасибо. Ну... А по каким датам вы хотели снимать? А можно на него посмотреть сначала? В принципе, да, давай еще. Так. Пройдемте. Так, ну вот, собственно, сам он. Ой, извините. Страшно. А, ну... Симпатично, мило. В принципе, нормально. Стулья в достаточное количество. А, ну, если вдруг мне еще нужны будут стулья, вы поставите? А, если будет, то, конечно, поставим. Диванчик удобный. А девушка, вы вообще с вами планируете сейчас снимать его? Да, я планирую сейчас его снимать на видео и показать своему коллеге, потому что мы должны это согласовать. Угу. Угу. А можешь тогда отлучить просто мне время? Убегите, бегите, я... Если что администратору скажет, тогда не прощаемся. Да, да, конечно. Приступим. Упс. Ребят. Меня видно? Слышно? Мы не рыбок снимаем, а офис. Слышно, конечно, тебя, но как тому? Да. В общем, я здесь закончила, я отсюда пошла. Угу. Так. Рубка. Мы передвинули штаб к офисному зданию, где мошенники уже оборудовали свой новый фейковый офис. Лиза и Артур Георгиевич уже там. Просто не садят. Да я, конечно, понимаю, и я старалась подбирать что-то более приличное. Не, ну а что? По-моему, неплохо. Красиво. Ну, даже название без ошибок напечатали в этот раз. Ладно, согласен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, облом, тут какой-то технический перерыв. Принято, Даша. Нужно дождаться, когда мошенники начнут убеждать новую жертву купить у них квартиру. И брать их с поличным. Будем надеяться, что Даша успеет привезти сюда Людмилу. Добрый день. Здравствуйте. Глянь, Володь, в офисе мошенников какая-то движуха началась, девушка пришла. Интересно, это новый подставной покупатель или жертва? Добрый день. Ой, Константин Иванович, здравствуйте. Как долетит? Все прекрасно, спасибо. Это ваш менеджер Алена. Очень приятно. Да и нет, Алена не актриса. А вот Константин Иванович актер. То есть, получается, они Алену сегодня будут разводить на нем. А что Константин? Обломаются. Ознакомимся? Да. Так. Проверьте, чтобы все правильно было. Да, верно. Ты что, подожди? Давайте, вы первый экземпляр, я второй, потом обменяемся. Хорошо. Ребята, день перерыв, инфо закончился. Наблюдаю Людмилу, будем брать. Отлично, Даша. У нас тоже все началось уже. Для того, чтобы обмануть человека, мошеннику нужно втереться в доверие. Например, принять вас на работу в несуществующий филиал крупной строительной компании. Я купила в этой строительной компании квартиру в Сочи. Где вы эти деньги в итоге взяли? Микрофинансовые организации. Она сама предложила мне стать подставным покупателем. Боже, я, получается, обманула еще двух девушек. Людмила! Я к вам. Эта женщина опорнила им кредит по рекомендации Елизаветы. Я хочу заканчивать. Не надо никаких вот дров ломать. Я по поводу аренды офиса, мне вот большое нужно. Я его уже арендовала на весь завтрашний день. Ой, Константин Иванович, здравствуйте. А вот Константин Иванович актер. Ну что, подпишем? Наблюдаю Людмилу, будем брать. Отлично, Даша. Людмила! Ну что, хотели? А можете остановиться? Мне с вами нужно поговорить. Извините, я на работу опаздываю, у меня перерыв закончился. На работу? Какое совпадение? Я как раз по поводу работы и хотела с тобой пообщаться. Погодите. Ты что, за мной следишь? Да, ты все правильно поняла. Извините, нам не очень с вами разговаривать. Стоять! Что вам нужно? Отпустите-то, кто такая? Я кто такая? Я тебе по дороге расскажу, кто это за? Кто ты такая? Пойди со мной, по дороге тебе расскажу. Отпусти. Сейчас узнаешь. Ну, пока идут все подсчеты, я думаю, имеет смысл открыть шампанского и отметить удачную покупку. Почему бы нет? Все, пойдемте. Алло, а, да, да, Алло, иди сюда, пожалуйста. Ну, как говорится, пора испить Игристова, да? Прошу. Благодарю. Хочу поднять тост за вашего сотрудника, Алёну. Она помогла мне, рассказала все очень хорошо о жилом комплексе, более подробно о квартире, очень ценный сотрудник, берегите его. Ну, если честно, мне так приятно слышать такие слова об Алёне. Она у нас новенькая, а уже делает огромные успехи в этом бизнесе. Ну, давайте, давайте. Что ж, с деньгами все туда хорошо, тогда я, пожалуй, пойду. Рад бы познакомиться. Взаимно. Всего хорошего. До свидания. До свидания. До свидания. Алёна, это просто у нас подарок. Ну, сумела же дожать Константина Ивановича. Продала квартиру. Штаб. Константин сел в каршеринг. Никуда пока не двигается. Принято, спасибо. Наверняка ждут новую жертву, которая придет после того, как Артур с Лизой Алёна обработают. Ну, уже в штаб можем принять. Ну, такой ценный сотрудник. Полностью согласен. Серьезно? Ну, а почему нет? И оклад повысится. Ну, и премию начислим за продажу квартиры. Да нет. 750 тысяч рублей. Это большой. Чудесный день какой-то. Да. Согласен, да. Я думаю, что и Константин Иванович очень своей покупкой остался доволен. У меня, кстати, там тоже квартира есть. Я ее недавно приобрела. Серьезно? Поздравляю. Да. У нас для сотрудников специальные цены, хорошая скидка. Мы можем продать за миллион 500 квартиру. Кстати, у нас же, по-моему, там еще одна квартира осталась для сотрудников, как раз таки. Сейчас, вариант. Да, посмотрите, пожалуйста. Да, сейчас. А, слушай, правда. Однокомнатная, развито на море. Да. Ой, да это что, в моем подъезде практически. Тем более. Слушай, ну что, может, может, возьмешь? Ну, это очень хорошее предложение. Да не знаю, Алис, откуда у меня такие деньги? Слушай, ну 750 тысяч у тебя уже есть за продажу, да? Остается всего 800 тысяч. Ты можешь кредит взять, у тебя уже сегодня деньги будут, быстро его потом отдашь. Ну, не знаю, а как кредит потом оплачивать? Слушай, ну, ты так спрашиваешь, будто ты неуспешный сотрудник строительной фирмы. У тебя же оклад 100 тысяч плюс проценты с продаж. Я тебе без калькулятора могу сказать, что квартира отобьется очень быстро. Ну, можно за год ее отбить. И тем более, если ты в ней, Даша, жить не будешь какое-то время, ты ее сдавать можешь. Это что же? Ребят, я на месте. Отлично, Даш, мы держим газ в офис. Все, погнали. Все, погнали, Валыч. Ну, здравствуй, Костя. Костя, здорово. Ну, что вы, выпрыгивай давай. Кто вы? Мы? Двое из Ларса. Вас Артур подослал? Какой-то разгрыш. Давай. Куда вы меня привезли? К твоим друзьям на встрече. Какой Артур? Артур, если я его на полуну, пойдем. Все серьезно. Пойдем. Юда. Круто. Понятно, что с вами знала. А что ты кредитами не дала? Мне бабки нужны были, 650 тысяч, я сейчас без денег сижу. Никакого вообще сочувствия нет. Я тебе сочувствую. Пойдем? Ну, ладно, как говорится, один раз себя... Конечно, давай. Представь себе, мы с тобой вдвоем в Келенджике, на пляже. Я такие места знаю. Проходим. Ну что, вызываем такси? Да уже не торопитесь. Такси у подъезда. Ручки, пожалуйста, назад. Ручки назад. Давай, мы тебя сразу вот туда, в коморочку. Сейчас все объясним. Не торопитесь. Аккуратнее, можно? Короче, вот этот товарищ никуда не уезжал. Он сидел в машине возле подъезда в ожидании, когда вы, Алена, покинете это помещение. Сюда придет другая сотрудница, такая же наивная. А вот эти двое гавриков, Артур и Лиза, будут окучивать ее на предмет того, чтобы она купила квартиру у моря. По суперлюбовной цене. Да, проще говоря, эти люди мошенники. Ну, и как мошенники? А вот так. Артур, ты куда собрался? Стрежка только началась. У нас все не много интересов. А сейчас вы все поймете. Алена, обратите внимание. Вот на эти денежные знаки. Обратите внимание. Это просто резаная бумага из банка приколов. Подожди, Константин, это что? Это что, не настоящий день? Да, не настоящий. А вы что думали, я буду с собой настоящие деньги таскать? Лиза, скажите им, что они при чем здесь? Ну-ка, Лиза, объясни, что там было. У Лизы сел в голос. Артур, простите, пожалуйста. Я просто актер. Меня наняли, чтобы проверить данную организацию на эффективность. Братишка, просто актер. Ты актер, а человек хотел квартиру у моря по-настоящему купить за настоящие деньги. Понимаешь? Кредит в банке взял, а ты, видите ли, роль играл. Я кредиты официально оформляла. Да, базара нет, конечно, официально. Только люди, которые от Лизы приходили, ты их нифига не проверяла. Не надо. Я просто так, белый лист. Ты чиста? Это вот, слушай, у нас все зафиксировано. Инстинкт самосохранения у тебя работает, а у совести нет. И полиция уже? На подъезде. Ребята, до приезда полиции давайте договоримся. У нас же не только... Ты что, Ишат, кто с тобой договариваться будет? Деньги свои грязные оставь себе. Ты что, попутал? Да вообще, что за бред здесь происходит? Я просто наемный сотрудник. Во всем он виноват вообще. Сочувствуем, переживаем, очень жаль. Рыбкам расскажешь эту хрень. Алло, пойдемте с нами. Они пусть выясняют, кто прав, кто виноват. Все, все, фильм окончен, братишка. Вот так вот. Вот так бывает. Оскар, они будут тебе. Вот здесь, на этой флешке, все зафиксировано для полиции. Отдайте ей, пожалуйста. Ну а ты давай искупай свою вину, присмотри за девушкой, чтобы все в порядке было, пока полиция не приедет. Да. И больше в таких спектаклях, без понтовок не играй. Окей? Давай. Спасибо большое. Давайте, берегите себя. Сейчас поиск работы в интернете дело обычное. Никого этим не удивишь. Но я хочу заметить, если вам предлагают работу, не соответствующую вашей квалификации, при этом готовы закрыть глаза на отсутствие опыта, обещают всему научить на месте, радоваться рано. Это повод насторожиться. Сейчас проверить работодателя достаточно легко из открытых источников. Вы можете выяснить, существует ли компания, чем она занимается, как давно она работает на рынке. Есть ли сотрудник в этой компании, который предложил вам вакансию. Если вы будете следовать этим нехитрым правилам, шансов попасть в лапы мошенников у вас будет в разы меньше. И да, кстати, крупные строительные компании действительно продают своим сотрудникам квартиры с большими скидками. Правда, это касается тех, кто отработал в компании достаточно длительное время. Вот как-то так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok